МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, на первичном рынке они составили от 9,25% до 10,25%. На вторичном от 9,4% до 10,5%. И в результате среднее предложение на обоих рынках 9,6%, что является новым рекордом. Итоги за ноябрь пока не подведены. Напомню, те, кто взял ипотеку ранее, сейчас могут подать документы на рефинансирование, то есть заключить новый договор с банком с меньшим процентом. Такую услугу сегодня предлагают 13 из 15 крупнейших кредиторов. Благодаря снижению процентных ставок ипотечный кредит стал более доступным. Сейчас позволить его себе могут более четверти российских семей. А два года назад этот показатель был меньше 14%. Если говорить о рейтинге регионов, то Тюменская область вошла в чертову дюжину. Мы на 13-й позиции. И это без автономных округов. Ямал и Югра находятся в первой тройке. Москва же с 22% расположилась на 57-й строчке. Самый низкий показатель в Дагестане. Там возможность взять ипотечный кредит есть лишь у 7% населения. А уже сейчас возможна электронная регистрация ипотеки, то есть никаких очередей в МФЦ и без посещения Росреестра. Правда, услугу предоставляют не все кредитные организации. Удобство заключается в том, что заявление на регистрацию можно направлять сразу после подписания документов по сделке в офисах партнеров-застройщиков через специальный сервис. И в течение недели зарегистрированные документы приходят уже на электронную почту. Чтобы ипотечный рынок стал еще более привлекательным, АИЖК предлагает принять новый законопроект. Речь об отказе от бумажной закладной. Это позволит проводить сделки с недвижимостью в электронной форме, что в свою очередь сократит расходы банка. Кроме того, предлагается повысить прозрачность условий для заемщика. Сейчас кредитор обязан информировать только об эффективной процентной ставке. При этом раскрытие информации о полных затратах не предусматривается. А это должно быть обязательным, считают эксперты. А тюменские общественники предлагают ввести льготы на земельный налог для многодетных. Речь о тех семьях, которые признаны нуждающимися и получают участки под индивидуальное жилищное строительство. В частности, рассматривается возможность о полной отмене сбора для таких категорий граждан. Ну а те семьи, кто не попадает в список нуждающихся, но имеет материнский капитал, могут купить земельный участок или уже готовый дом самостоятельно. Однако при выборе объекта стоит помнить об ограничениях. На какую загородную недвижимость можно потратить материнский капитал и как грамотно оформить такую сделку, обсудим с экспертом. Антон, здравствуйте. Итак, какие объекты недвижимости можно купить с использованием материнского капитала? День добрый. Смотрите, объектов может быть несколько вариантов. Есть в муниципальных образованиях, это дома со всей технической документацией, которые непосредственно у нас с коммуникациями. Отопление неопечное, водопровод в доме, свидетельство на землю, свидетельство на дом, технический план, технический паспорт. Вот, все, соответственно, этот объект у нас подойдет. А также объекты подойдут, которые находятся в садоводческом обществе. То есть, но дом должен быть оформлен в собственность, как жилой дом. И точно так же в него должны быть проведены коммуникации полностью. Да, также, повторюсь, отопление неопечное. Вот, и водопровод, водопровод, возможно, это будет скважина, да, ну, как правило, это делают либо из колодца, но она должна быть заведена в дом. Дом должен быть, как жилой дом, нежилое строение. То есть, здесь может подойти и дача, главное, ее оформить? Да, все верно. Также, да, у нас покупают эти дачи, и они проходят в Тюменской области. Какие нужно собирать документы для того, чтобы вот купить загородную недвижимость по материнскому капиталу, и вообще, куда бежать, куда идти? Ну, смотрите, это у нас, в первую очередь, пенсионный фонд. Сразу к ним надо обратиться, чтобы какие требования необходимы, да, они выдают требования, все, и на основании этих требований подбираем уже объекты, и потом можем уже приходить к ним и согласовывать этот объект, показывать, да, что мы хотим купить, где он расположен, и, в принципе, они уже дают согласие. А сколько вот времени может занять вот сбор документов, оформление? Ну, если тот же земельный участок не межеванный, да, межевание там от двух недель, и все документы, в принципе, ну, до месяца можно будет собрать. Вот межевание земель – это обязательный процесс? Для объектов, которые мы хотим продать, да, или купить по материнскому капиталу, да, и для объектов, которые мы хотим приобрести по ипотеке тоже, да. А также у нас с 1 января 2018 года, возможно, примут закон, то, что все участки, которые на сегодняшний день не межеванные, мы не сможем продавать. Регистрационная палата их регистрировать просто не будет. То есть сейчас такие участки можно продавать, если это не по материнскому капиталу, если это не ипотека, да, то есть какой-то наличный расчет? Да, 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 их регистрируем. А что нужно делать для того, чтобы межевание земли как бы зарегистрировать, куда идти, и в чем выгода, зачем вообще это нужно будет? Ну, смотрите, в первую очередь, да, что такое межевание, это непосредственно границы вашего земельного участка, которые определены. Вот, куда идти, в любую межевую компанию можно обратиться, да, чтобы заказать там кадастрового инженера, чтобы он выехал, ну, отметил точки, показал их границы и уже непосредственно технической документации все отметил и вам это все выдал. Ну, в первую очередь, в чем это выгодно? Те, кто хотят продать, да, стоимость межеванных земельных участков, она немножко выше. Почему? Потому что мы сможем продать по ипотеке, вот, как бы в этот момент, и мы уже знаем границы своего земельного участка. Если на сегодняшний день участок не размежован, то по ипотеке не продать, соответственно, да, дальше надо согласовывать со всеми, границы будет, да, с соседями. Вот, ну, и те люди, кто непосредственно хочет их уже приобрести на сегодняшний день, да, я считаю, что это будет выгодно. Почему? Потому что, смотрите, если межевание будет обязательным, что будет? Это же будет, наверное, бум межевые компании, да, люди пойдут туда, соответственно, да, может повлиять и на стоимость, может повлиять и на сроки. А если после Нового года у вас срочная продажа, вам нужно будет продать, да, соответственно, сроки, возможно, будут у нас удлиняться. Если говорить о загородной недвижимости, да, вот на сегодняшний день, какая стоимость в Тюменской области? Ну, смотрите, загородная недвижимость, можем говорить долго, да, в зависимости от чего. Давайте возьмем дачи, к примеру, дачи. В зависимости от удаленности, в среднем, где-то это миллион двести, миллион пятьсот. Это уже неплохая дача, это в радиусе 15 километров от города, где-то от шести до восьми соток земли с домиком, с банькой. Собственников земельных наделов со следующего года ожидают очередные нововведения, которые могут ограничить их права. Проблемы возникнут у тех, кто своевременно не зафиксирует границы своего участка в земельном кадастре. Суд может признать такие объекты ничейными, то есть ни продать, ни подарить на дел экс-владельцы уже не смогут. Кроме обязательного межевания, грядут и другие изменения, в частности, касаются они оценки участка. Если ранее ее могли осуществлять контрактники, представители независимой стороны, то в следующем году это будут делать только госучреждения, а они заинтересованы в максимальной оценке, считают эксперты. Ведь это положительно отразится на доходах в местный бюджет. Если собственник посчитает кадастровую стоимость завышенной, а спорить оценку можно будет только в судебном порядке. Но вернемся к многоэтажкам. В Тюменской области наращивают темпы по капитальному ремонту домов. В целом, с начала действия программы в регионе уже обновили 358 строений. Еще 226 сейчас в работе. Плюс к этому подрядчики готовы выйти на 600 с лишним новых объектов, а в ближайшие три года планируется отремонтировать 2177 многоквартирников. Стабильно растет и собираемость взносов от собственников. Если в 2015-м было оплачено 3 четверти счетов, то в прошлом году показатель вырос до 88%, а сейчас достиг уже 95%. Это достаточно высокий уровень. Напомню, что в нашем регионе 94% многоквартирных домов перечисляют взносы на счет регионального оператора. 5% на специальные созданные счета. У 1% домов это новостройки, обязанность уплаты взносов еще не наступила. Тем временем региональные власти считают, что необходимо упростить процедуру проведения капремонтов. С такой законодательной инициативой они намерены обратиться в парламент страны. Сейчас, согласно правилам, жильцы до начала работ должны организовать общее собрание. Но на деле этого часто не происходит. В проблеме разбиралась Любовь Болдырева. Я писала, что неужели вам нравится жить с дрявой крышей. Чтобы достучаться до соседей, Олеся Королева сначала написала обращение в соцсетях, а потом сама пошла по квартирам. Дом попал в программу капремонта. Крыша, как решетона, жильцам, похоже, все равно. На общее собрание пришли только несколько человек. Кто-то не открыл, кого-то не было дома, кто-то был просто не хозяин квартиры. А кому-то просто было лень найти документы на квартиру. Я говорю, просто заинтересован в том, чтобы здесь делали ремонт, и чтобы мы жили с вами нормально. Понимаете? Найти понимание между жильцами не так-то просто. Если в прошлом году в регионе собрание провели более половины собственников, то в этом году лишь 10%. И это только тормозит программу капремонтов. Собрания, по сути, носят формальный характер. Что ремонтировать и за какие деньги, уже известно. Собственникам лишь остается дать согласие на ремонт. Поэтому власти региона обратились с законодательной инициативой в парламент страны. Сроки проведения собраний уже сократились. С трех до двух месяцев. А сейчас готовится еще одно предложение. Вообще их отменить. Два месяца ждать, поскольку уже вырождена программа, и не проводить юридические задачи в действии по привлечению подрядчиков и всего остального по проектированию, это, я считаю, по большому счету преступно. Потому что надо торопиться, надо скорее делать эти работы и двигаться вперед. Единственное важное решение, которое могут принять жильцы на общем собрании, это выбрать своего представителя в приемную комиссию. Если собственники не приняли решение на общем собрании, не определили ответственное лицо, председатель совета дома, либо там члены совета дома, кто будут участвовать в приемке выполненных работ, то права они лишаются на принятие данных работ уже при их выполнении. Чтобы избежать этого, всем председателям домов хотят добавить полномочий. Они автоматически будут входить в приемную комиссию. А пока, неважно, были собрания или нет, все многоквартирники, попавшие под программу 2018 года, отремонтируют. И дом Олеси Королевой в том числе. В завершение вопроса телезрителя написал нам Денис. Мужчина продает квартиру, которую купили с супругой с помощью ипотечного кредитования. С банком рассчитались полностью еще полгода назад. И сейчас выяснили, что их собственность все еще числится в ипотеке. Что делать? Денис, так вышло, потому что вы не сняли с квартиры обременение. Эта процедура обязательная и несложная. Нужно лишь немного свободного времени. Для начала обратитесь в банк за своей закладной с пометкой о полном погашении вашего кредита. После подайте заявление в Росреестр. И никакой госпошлины заплатить придется лишь за выписку о снятии обременения. Это все, что мы успели рассказать. Если у вас есть к нам вопросы, пишите на электронную почту и адрес новостройка собака.сибинформбюро.ру. Принимаем сообщение мы по телефону 688-946. Напомню, все выпуски программы можно найти на канале Тюмин Тайм в Ютубе и на нашем официальном сайте. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!